Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас программа на медицинскую тему. Мы будем больше всего говорить о диспансеризации. Кстати, здесь, в этой студии, наверное, часто мы поднимали этот вопрос с разными представителями медицинских направлений, потому что всем известно, что это такая важная тема – профилактика, диспансеризация, внимательный подход к своему организму, потому что зачастую или чаще всего люди узнают о многих своих заболеваниях уже тогда, когда, к сожалению, ничего нельзя сделать. Поэтому, чтобы этого не произошло, чтобы точно наблюдать за своим организмом, и прежде всего, наверное, ещё и за организмом своих родных и близких, этот вопрос очень важен. Ну и, естественно, мы поговорим о том, как сейчас себя чувствует Люберецкая областная больница. Ну а поможет нам разобраться во всех этих медицинских тонкостях заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Люберецкой областной больницы Ольга Леонтьевна Шведчикова. Здравствуйте, Ольга Леонтьевна! Добрый день! Начнём с того, что вы отвечаете за очень такой важный участок работы – амбулаторно-поликлиническое. Такое красивое название, но это, я так понимаю, когда мы говорим обо всём, что не связано со стационаром, да? То есть поликлинические отделения. И у многих телезрителей по-прежнему стоит сейчас два вопроса. Первый вопрос – насколько вся больница уже перешла на более-менее обычные рельсы, то есть когда работает всё по плану, как и должно было работать до пандемии. А второй вопрос – как-то потихонечку нас пугают тем, что что-то где-то там растёт. И насколько мне известно, тут тоже были ваши коллеги, что можно сделать прививку, чтобы всё-таки, если вдруг поймают этот самый омикрон, то удастся его совсем не заметить. Вот давайте начнём сначала с выхода в плановый, так сказать, формат. Это действительно уже произошло? Да, с апреля месяца мы вышли, и стационары, и поликлиники вышли на план оказания плановой медицинской помощи. И основными нашими на сегодняшний день моментами и контрольными точками, которые мы должны отработать, это в первую очередь ревакцинация нашего населения Люберецкого, городского округа Люберца, потому что мы вакцинировали практически 98% жителей нашего города. И основная задача сейчас идёт именно на ревакцинацию. Мы проводим сейчас огромную работу в этом направлении. У нас открыты 12 пунктов стационарных в поликлиниках, которые работают с 8 до 8 в будни и с 8 до 16 в субботу. Мы продолжаем работать в торговом центре «Светофор», заканчиваем работу мы в «Орбите» в четверг 28 числа, и продолжаем работу по вакцинации, и в первую очередь ревакцинацию тех, которые были уже вакцинированы в МФЦ. И поэтому графики работы стационарных и выездных пунктов у нас размещены в соцсетях, на сайте Люберецкой областной больницы. Население всё информировано, и поэтому мы ждём и настойчиво просим, чтобы они обратили внимание, потому что то, что люди переболели, и вакцинированные, то есть иммунитет нестойкий, он ослабевает буквально через 5-6 месяцев, и через 6 месяцев рекомендуют и Минздрав Московской области, и Минздрав Российской Федерации, и люди, которые отвечают за создание этой вакцины. И, соответственно, мы, врачи-клиницисты, советуем вам ревакцинироваться, потому что процент у нас сейчас ревакцинации по городскому округу Люберцы, но желает быть лучше. То есть низкие, скажем так, похода. Низкие, 15%. Если точно, 15% всего ревакцинировали людей от прошедших вакцинацию. То есть 85% сейчас могут находиться в зоне риска, а они расслабились, потому что лето, почему-то кажется всем, что летом ничего не происходит, что вирус тоже отдыхает, а он, к сожалению, не отдыхает, и мы видим, что потихонечку начинается набирать обороты, и все врачи, в том числе и на самом высоком уровне, всё-таки говорят о том, что действительно нужно сделать вот эту ревакцину. Ревакцинацию. Да, ревакцинацию. Ну, в любом случае, это не мешает. Раз это работает, это хорошо. Вот это есть, это возможно сделать. Работают ли в плановом порядке поликлинические отделения сегодня? То есть так, как они должны работать не в условиях пандемии, а в обычных, в традиционных условиях. Да, мы работаем в планном режиме, я сказала, уже давно, с апреля месяца. То есть у нас открыта доступность ко всем врачам-специалистам, в первую очередь к врачам-терапевтам, потому что мы соблюдаем все критерии, которые нам устанавливает тоже Минздрав и мониторит в ежедневном режиме. То есть доступность к врачам первичного звена, к врачам-терапевтам и педиатрам, один, максимум два, но до трёх дней это вот уже прям критично. Мы считаем, что это уже красная зона. Поэтому в любом случае пациент может появиться на приём, попасть на приём к врачу-терапевту или педиатру в течение одного дня. Значит, к врачам-специалистам у нас доступность в среднем от трёх до семи дней максимум, и поэтому мы за этим следим. И у нас Люберецкая областная больница включает, я вам сказала, что 12 взрослых поликлинических отделений. Соответственно, если какого-то врача нет в этой поликлинике, то он имеет право записаться к любому врачу-специалисту в другой поликлинике, не привязываясь прикреплённо именно к своей поликлинике. Ну, это очень удобно, правильно. Да. Но, к сожалению, сейчас немножко имеется, конечно, дефицит в плане того, что отпускной период у врачей тоже, да, мы тоже имеем право отдыхать. Но, соответственно, мы всё равно эту проблему решаем взаимозаменой, и всё равно все врачи, например, к примеру, кардиологи или реноларингологи не уходят в отпуск. Всё равно в двух-трёх поликлиниках всё равно врачи остаются, и, соответственно, врачи или удлиняют свои часы работы, соответственно. То есть мы стараемся соблюдать доступность, и за этим очень следим и мониторим. Ну, я так понимаю, что у вас ещё будет сейчас такой период, я уж не знаю, отвечаете вы за это или принимаете в этом участие, но молодые врачи должны прийти, которые будут проходить какую-то практику под наблюдением специалистов, пополнять наши кадры. Это вот сейчас же должно тоже происходить уже, да, ближе к осени? Мы ждём в августе месяце врачей, которые прошли аккредитацию, соответственно, получили её, и мы ждём пополнения. У нас вышел приказ по наставничеству. За каждым, каждый врач, значит, возьмёт определённое количество наставничества, соответственно, это будет оцениваться в стимулирующих каких-то выплатах материально. Это всё и нашим внутренним приказом обусловлено, и, соответственно, приказом Министерства здравоохранения Московской области. И поэтому мы готовим им рабочие места, соответственно, и наставников, которые имеют опыт работы. Для вас такое приятное событие, когда вливается новая, так сказать, кровь молодая, и не только в городском округе Люберца, но вообще, насколько сейчас охотно ребята, молодые, идут в лечебное учреждение? Это очень приятно и очень хорошо, что они к нам идут. Значит, я как врач, ну, из участковых врачей-терапевтов, из терапевтов, имеющих опыт работы как бы вот изнутри, знаю эту работу. И я понимаю, что, наверное, легче обучить, чем переобучить. И поэтому сейчас очень много новшеств, которые мы работаем, сейчас всё в электронном виде. Каждый врач должен владеть, значит, именно компьютером, системой документов. Электронным врачом тоже нужно. Электронным документом, да, электронным врачом. И поэтому у нас имеется всё равно часть врачей, которые возрастной категории, которых очень сложно переучить. А, то есть молодые, наоборот, будут им помогать. То есть они будут помогать вот в этом плане, но уже профессионально, практическую точку зрения, значит, уже будут, с практической точки зрения, уже, конечно же, мы будем, значит, обучать молодое поколение. А вот как-то распределяются эти врачи из какого-то центра? Или вы куда-то посылаете, ну, запрос, что вам нужны такие специалисты там? Или они приблизительно у всех эти специалисты одинаковые запросы? Ну, мы обязательно делаем заявку. Эта заявка, значит, обновляется ежемесячно. Заявка подаётся в Минздрав. И Минздрав при перераспределении наших, в первую очередь, которые институтов медицинских находятся в городе Москва, соответственно, они уже по нашей заявке перераспределяют или предлагают, во всяком случае. Сейчас нет распределения такого чёткого. То есть сейчас он получает аккредитацию, и он может сам выбрать свою медицинскую организацию, куда он, где и как, где ему удобно работать. Но, тем не менее, Минздрав предлагает им, и в соответствии с этой заявкой мы получаем вот этих вот молодых специалистов, проводим собеседование. А то есть вы даже можете отказать, если вам что-то не понравится? Ну, не то, что отказать, а не взять на работу. Ну, во всяком случае, наверное, у нас, да, конечно, мы, наверное, не всех будем брать, да, потому что... То есть конкурс какой-то тоже такой есть, Минздрав? Ну, какой-то, да, да, да. Мы проводим собеседование, и увидим, что человек заинтересован, что он хочет, что у него есть желание, что он сможет справиться. Мы говорим, что работа, например, к примеру, участкового врача-терапевта, это очень сложная и ответственная работа. Очень много задач ставится, которые нужно выполнить сегодня и вчера. Вот, соответственно, мы не говорим какую-либо радужную такую картину, рассказываем ему, что всё хорошо и денег много. Вот, а наоборот говорим, что... Ну, не наоборот, а говорим то, что есть. Да, что большая ответственность... Ну, профессиональный подход, да. ...за которую он будет получать вот такую-то заработную плату. Если врач согласен, соответственно, врач придёт. Ну, к молодым же всегда отдельные отношения. Вот я по своей жизни, меня почему-то всегда везло на молодых врачей, то есть они были хорошие, да, потому что обычно люди как приходят, и лучше уже к человеку, который там, ну, давно в профессии. Насколько сегодня приходят ребята подготовленные, вот по вашему опыту? Ну, по опыту, по опыту ребята подготовленные. Но, наверное, не могу сейчас вот оценивать их подготовку, потому что немножко другой сейчас формат, и поэтому... Надо подождать, посмотреть, как это будет в деле. Посмотреть, как это будет, и поэтому я вот конкретно вот сейчас сказать... Ну, таланты точно есть, потому что будут обязательно. Это же такая профессия, что надо проявить себя. Нужно проявить, во-первых, себя, и, во-вторых, наверное, медицину не просто же вот он идёт, а от нечего делать, да, или куда, где никто не берёт, идёт в медицину. То есть люди выбрали эту специальность, ну, наверное, по какому-то призванию, да. У кого-то есть какой-то, значит, семейственность, да, то есть идёт вот, что врачи есть в семье. Кто-то по каким-либо вот соображениям. И поэтому, вот чтобы проучиться 6 лет, получить диплом, пройти аккредитацию и прийти работать, наверное, это надо... Ну, это тяжёлый труд. Надо потрудиться. Да. Вот. И поэтому очень надеемся на новое поколение, которое к нам придёт, на новые врачи. На новых звёзд. На новых звёзд, на новые успехи, вот, потому что мы движемся вперёд, и, соответственно, ну, надежда всегда есть, что всё будет. Конечно, и мы тоже на это надеемся. Вот. Но мы вот поговорили о том, чем живёт Либеретская областная больница, и во второй части, как я вам и обещал, уже более подробно поговорим о диспансеризации, как о очень важном таком факторе. Ольга Леонтьевна подготовилась к этой теме, и давайте мы послушаем с вами и прислушаемся. Всё-таки она врач, а врачей, как известно, нужно слушать. Через некоторое время вернёмся. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Ольга Леонтьевна Шведчикова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Либеретской областной больницы. Диспансеризация. Вот так много о ней говорят, слово такое. Но люди почему-то как-то всё-таки работают по принципу, вернее, живут по принципу. Вот заболело – пошёл. А для того, чтобы посмотреть, как твой организм на сегодняшний день, как он работает, даже автомобиль, хороший водитель, он всё равно поедет к какому-то там знакомому в гараж или на СТО и говорит, что-то, мне кажется, надо проверить. Давненько мы его не проверяли. А люди почему-то так странно относятся к своему здоровью. Как мы ломаем этот стереотип? Да, к сожалению, я с вами абсолютно согласна. И вот я хочу в первую очередь задать вопрос, зачем она нужна, эта диспансеризация? Ну, во-первых, многие хронические заболевания протекают бессимптомно, особенно на ранних стадиях. И проявляют себя эти заболевания, когда уже прогрессирует оно и, соответственно, даёт клинические симптоматики и даёт уже... Всё немножко запущено. Всё запущено. И поэтому основной целью и задачами на сегодняшний день проведения диспансеризации, это в первую очередь на раннее выявление этих заболеваний, на своевременно начатое лечение, особенно заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Это такая группа заболеваний, как болезнь системы кровообращения, в первую очередь это ишемическая болезнь сердца и цербровоскулярные болезни, это онкологические болезни, это сахарный диабет, это болезни органов дыхания. Вот эти вот четыре основные группы, которые очень быстро приводят к инвалидизации без контроля, без своевременного лечения и диспансерного наблюдения за такими пациентами и, соответственно, преждевременной смертности. И поэтому диспансеризация – это один из важных моментов на сегодняшний день, чтобы предвратить именно и выявить ранние стадии этих заболеваний. Значит, кто подлежит диспансеризации? Диспансеризация подлежит граждане старше 18 лет. Это работающие граждане, неработающие граждане. Это обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме. Значит, пройти диспансеризацию может любой человек в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 36, 39 лет. Это категория граждан, которые проходят диспансеризацию раз в три года. Сорока и далее проходят ежегодно. То есть я могу уже ежегодно пройти? Ежегодно вы можете пройти, да. И поэтому, если вам исполнилось больше 40 лет. Ну, вроде да. Ну, вот, соответственно. И поэтому, значит, диспансеризация включает в себя два этапа. На первом этапе диспансеризации мы проводим анкетирование, опрос, антропометрию – это измерение роста веса и обхвата талии. Далее мы проводим, значит, измерение артериального давления, анализ крови на глюкозу, анализ крови на холестерин. Проводим, значит, флюорографию раз в два года обязательно. Так, определение сердечно-судистого риска относительного возраста 18, 39 и абсолютного возраста 40 и 64. Проводим электрокардиограмму всем, кто впервые пришёл на диспансеризацию и старше 35 лет ежегодно проводим. И осмотр гинеколога у женщин. Значит, женщинам мы тоже ежегодно, в смысле, для женщин проводится цитологическое исследование, проводится скрининг онкологическое заболевание, рака шейки матки. То есть в возрасте 40 лет один раз в три года, а далее, соответственно, один раз, ну, в смысле, 40 лет и далее до 39 лет не проводят цитологическое исследование. Значит, на первом этапе проводится общий анализ крови. Это гемоглобин, лейкоциты и соя. Проводится кал на скрытую кровь обязательно 40 лет один раз в два года, 60 лет ежегодно. Для мужчин определяется по возрастам 45, 50, 55, 60 и 64 года проводится онкоскрининг на выявление рака предстательной железы, называется ПСА. И мы, вот это весь комплекс обследования, который проводится на первом этапе. По результатам первого этапа, если выявлены какие-то подозрения или факторы риска развития заболеваний, то граждане направляются на второй этап. Получается, перед тем, как мы на второй этап отправимся, ну, правильно понимаю, что всё это бесплатно? Это всё бесплатно, естественно. Это всё, причём у нас организованы 12 кабинетов в поликлиниках, которые работают с 8 до 8. Выставлено расписание конкретно на проведение диспансеризации. Имеются кабинеты медицинской профилактики, каждый в поликлиническом отделении. Имеется в 6-й поликлинике на Назаровской 3 отделения медицинской профилактики. То есть работает огромная армия врачей, чтобы люди шли, и мы готовы их принимать. Выделено определённое время на этих пациентов. И пациенты, не пациенты, а граждане, давайте назовём их. Да, потому что они могут быть здоровенькими. Здоровыми, да. Назовём их гражданами. Значит, они могут записаться сами самостоятельно через портал госуслуг, то есть при обращении в поликлинику, через колл-центр. Ну, все виды заступности, да, как могут они записаться. То есть они увидят сейчас личный кабинет, есть и всё, они могут записаться, соответственно. И поэтому мы ждём всех на диспансеризацию, в первую очередь на проведение первого этапа, чтобы мы увидели хотя бы... А вот первый этап. То есть если что-то на первом этапе зацепило вас, да, зацепились за что-то, дальше идёт второй, верно? Второй этап, да. На втором этапе, значит, там идёт в первую очередь, если мы выявляем какие-то, вот я вам сказала, изменения или, значит, показания для дообследования, соответственно, мы проводим консультирование узкими врачами-специалистами, всеми хирург, коллапрактолог, значит, там, ну, всеми лор, окулистами, всеми врачами-специалистами, да, и проводим дополнительные обследования, то есть гастроскопия, колоноскопия, УЗДГ, компьютерную томографию, МРТ, то есть всё это проводится на втором этапе диспансеризации. Вот, по заключению, при выявлении каких-либо заболеваний, соответственно, тогда уже пациенты берутся на диспансерный учёт, значит, у каждого врача-терапевта есть вот участок, соответственно, есть паспорт участка, и составляется план мероприятий, значит, для этого конкретно пациента, и мы за ним наблюдаем. Хорошо. Ну и на сегодняшний день больше стало людей приходить? Или всё-таки... Да, мы сейчас очень активно занимаемся в течение вот этих вот полутора-двух месяцев, потому что сейчас как раз есть возможность, так как количество вызовов и посещений в поликлинику у нас уменьшилось, и поэтому у нас вот это вот сейчас время, вот ещё август, включительно для проведения и прям активного привлечения населения на диспансеризацию проведения. И поэтому мы в среднем, значит, проводим в день от 300 до 400 человек у нас проходит по всем поликлиникам, проводим диспансеризацию. Значит, у нас по субботам мы проводим единые дни диспансеризации для взрослых, и два дня у нас в месяц дни семейного здоровья, где мы осматриваем и детей, и взрослых. Мы выезжаем, работаем в парке с мобильным комплексом для проведения диспансеризации, работаем в центральном парке на Наташинских прудах, то есть у нас есть график, мы составляем, заранее планируем, то есть у нас сейчас уже есть план график на август, мы это всё, значит, информацию размещаем в соцсетях, то есть население знает, население идёт. И поэтому нам Минздрав выделил, даже вот это не входит в рамки диспансеризации, но тем не менее они нам выделили тест-полоски для определения, значит, гепатита С. То есть это такой лёгкий метод именно для выездных вакцинаций в парках, и поэтому мы как бы вот используем. Это очень лёгкий метод, определяется в течение 20 минут, и при выявлении какого-то, то есть это анонимно, но если выявляется, естественно, мы тогда должны информацию передать гепатологу в манеке. Вот, то есть это не во всех, это не входит в рамки диспансеризации, но мы вот уже дополнительно, да, мы уже вот на прошлой неделе провели, по-моему, 8 вот таких вот тестов, кто согласился это всё. И хочу ещё обратить внимание, что... Подтвердилось, кстати, что-то? Ну, нет, 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 да, слава богу, что не подтвердилось, поэтому мы с радостью как бы это людям сообщили результат их. Значит, я хочу обратить внимание, что диспансеризация проводится только при наличии информированного согласия на медицинские вмешательства. Значит, гражданин вправе отказаться от диспансеризации, или, в принципе, от диспансеризации, или от проведения какого-либо исследования. И поэтому мы только... Не вправе, да, я понял. Да, не вправе их... И вот тут мы подходим к очень интересному психологическому моменту. Вот вроде логика подсказывает, что все мы люди, все мы рано или поздно всё равно наш организм будет потихонечку разрушаться. У кого-то раньше, у кого-то позже. Мы это понимаем, и мы понимаем, что хотелось бы это как-то, ну, предотвратить. Тем не менее, очень многие люди живут по принципу, вот если я пойду к врачу, то у меня чего-то найдут, и моя жизнь изменится, и мне будет страшно жить. Вот как эту психологию поменять? Сложный вопрос. Но он есть. Он есть. Да. И больший процент всё-таки это вот то, что вы проговорили. Люди боятся выявить какое-то заболевание, потому что у них есть планы на будущее, у них ещё есть отдых, им нужно там купить машину, купить квартиру. Да всё что угодно, да? Да что угодно, да. А тут сейчас пойду узнаю. Сейчас я узнаю, я впаду в депрессию, все деньги потрачу на исследование, потому что дорогостоящие, или там какие-то вот буду что-то планировать другое. Вот, и вот этот вот психологический как раз вот момент, он, наверное, многих людей и сдерживает на своевременное проведение. Но я хочу опять-таки призвать наше население, наши граждан, городского округа люберцы, что давайте мы всё-таки поработаем с собой, и мы лучше выявим заболевания, если они таковы имеются на ранней стадии. Вот, и диспансеризация нам позволит, во-первых, укрепить здоровье, своевременно начать лечение. И продлить жизнь. Соответственно, улучшить качество жизни и её продолжительность. Вот, это вот основные наши, наверное, ключевые моменты, которыми мы должны сами в первую очередь проработать, да? Понять для себя. Понять для себя, потому что мы, наверное, нужны семье, мы нужны детям. Мы просто нужны. Мы нужны просто, мы вот пришли сюда для того, чтобы жить, творить и работать, да. Спасибо большое, Ольга Леонтьевна. Я надеюсь, что нас услышат, и количество участников диспансеризации увеличится. Спасибо большое. Это была заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Люберецкой областной больницы Ольга Леонтьевна Шведчикова. Задумайтесь над этим вопросом и попытайтесь его решить. Тем более медики, как вы видите, вас ждут. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!